приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон и я продолжаю проходить дополнение темные времена для far cry 5 что ж подбираемся подбираемся мы к вьетнамскому лагерю жесточайшим очень плотному лагерю так прислушиваюсь не ездить ли нигде здесь вьетнамский транспорт у них есть здесь пикап с пулеметом как мы видели и он по моему вернулся сюда в этот лагерь а поскольку вот эти пикапы без пулеметов я делаю вот что где-то где-то здесь эта машинка как бы случайно приманку не метнуть вместо ножа нам самое главное кончить в первую очередь офицера потому что если поднимется кипиш блин неужели уже поднялся быстро ребята стрессовывают чрезвычайно приказы командиром план следующий сухопутные войска атакуют базу противника в 600 первым делом необходимо захватить огромное орудие размещенное к западу от базы мы будем удерживать сдерживать авиаудары при помощи зенитной пушки до тех пор пока сухопутные войска не сблизиться с противником крайне важно сделать это как можно быстрее чтобы лишить их поддержки из воздуха прижмите их так а вообще кстати военнопленных военнопленных я думаю что вы у нас еще будет возможность спасти военнопленного 1 зажигалки зажигалки всего три я нашел до лагеря вна а блин при том что я ну не не спидранил ничего хотя вот я думаю тут у нас будет возможность обыскать все и вся я думаю тут мы найдем еще и зажигалок и лагеря собственно вьетнамской вьетнамской армии как и командиров грохнем неужели тут где-то еще 6 зениток на тыкана а я только 3 уничтожил ну да ладно не будем о грустном что такая музыка жесткая успокойтесь сигнализация отключаем еще одна правда осталось ну да пофиг так а где он вон она где мать твою тихо меня меня начал рисовать тот парниша который пошел проверить убитого бойца мне это не нравится я его сейчас убью он думает я на это не способен я аж конченый я и не такой могу выкинуть смотри просто товар счет творит чует чует опасность сразу пошел в ту сторону откуда я только что прибыл есть к слову сказать вероятность что я отметил не всех врагов что кто-то где-то еще остался огнеметец огнеметец это занятно тихо тихо брат тоже тоже то что мне не особо то и нужно миссу ну вообще как бы зашибись уокер ты хотя бы вслух это не говори мне показалось он сказал нба хотя обычно такие командиры должен быть как раз таки в армии сша это питом 25 вражеский лагерь найден и уничтожен и полковника чан где мы кончили и освободили нашу пацана привет ковбой что-то ты долго я торопился как мог пошли это питом 25 передаю вслепую со мной специалист бойт он свободен это база вас поняли питом 25 отличная новость так поиски болвана выполнен хорош яндал бойт его мы сразу же освобождаем все спасибо ему где-то я там видел вот она зенитка отмечена кстати о громкоговоритель где-то здесь рядышком мистер питом 25 я уже всех блин освободил моих пацанов слизи да ты что круто кстати говоря что вьетнамцев озвучивают без вот такого дебильного акцента потому что я помню особенно вот в начале нулевых да и в десятых уже годах очень было это распространено в кинематографе допустим и да и в играх в том числе да когда японцев китайцев корейцев озвучивали с дебильнейшим акцентом вспомните фильм перевозчик первую часть предположим или там не знаю даже что еще назвать мафию вторую каким потрясающим английским были там китайцы но вы понимаете а здесь вот до вьетнамцы говорят четко без без всякого дурацкого акцента что это не помню джойска сюда уже торопятся мама дорогая где там приманка вот туда иди не надо на меня так слушайте можно эту нет мы не сможем авиа удара вызвать искать можно могу удар вызвать на зенитку что уже само по себе звучит как аксюмар он знатный мы сделаем все точнее и элегантнее да руками ну кто он запретит никак не залезть громко это не стани пилот 2 на питом 2 5 гранатометчик блин круто кстати форма детализированная у бойцов мне это нравится так ну чё давайте слушайте жесть у них тут пантер по лагерю натыкана очень много ну нет ни того же маха вот этого же маха я хочу убить вот так неужели тут нет никого это даже подозрительно ну и я хочу выпустить кошечек хорош сейчас еще минус один будет блин одну убили не стреляем раз еще минус а нули хорош блин убежала чёрт я уже было думал что сейчас будет красиво ух ты привет а ты пулеметчик поэтому жирный ну сейчас подожди отойди сейчас вам ребятки будет вьетнам это все можно кстати еще вот эту кашаву выпустить тоже она была неплохо остановились общую нам кстати не взять гранатомет и не сделал так обожаю передайте пилотам что я разобрался с орудием это моим подарком я даже так еще пикапец к слову сказать блин вот этот мост меня очень привлекает что вот это вот за место такое хоть его нам никак и не отметили но 400 метров я предлагаю немножко немножко пробежать теперь когда зенитку уничтожено разведка отправляет новые данные это это так это классно это потрясающе хижина о сначала сюда что еще там отметили да мост часового каменный мост над водой спит словно стражник немой лишь с крокодилами тут мы уже бывали ну зашибенно же где надо быть все таки наверное mp40 выкинуть взять чего-нибудь другое что у меня меня уже есть скорпион какая-то записочка какая-то записочка а что за записочка ух мама дорогая последние слова прошу американского солдата который найдет это письмо отправить его в к в п в вместе с моими жетонами меня схватили во время выполнения операции и держали в плену около 10 дней я был ранен в бою а затем при побеге знаете я видел как пленных бросают на корм крокодилам силы покинули меня и мне не уйти дальше этой лачуги скажите моей жене что я любил ее она как mp40 до свидания до дядька с такой снайперская винтовка на что тут мог держаться долго обидно на самом деле что не было такого вот скина для винтовки в основной компании хотя я покупал как бы deluxe edition то есть у меня у меня была и м к вот это винтовки все mp40 вертолет даже вьетнамский был чем еще костюм был северо-вьетнамского солдата я помню надевал его брал в вертолет северо-вьетнамский калаш в руки пмсвд рпг и уж меликанцам но в основной компании естественно в угруге хоуп давайте посмотрим что там за каменный мост что музыка на моста про целая база есть даже сигнализация джон 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 и подняли какой-то знатный кипиш я думаю это по скрипту а мост взорвали вот что произошло так ребятки начинаем отстрел вьетнамские бойцы как же удобно блин это пулеметчик а пулеметчики они жирные а ну да братан хочешь сюрприз а ты где ну да ладно стран кстати что у них у всех м60 ни у кого нету не рпк ни какого-нибудь другого заграничного оружия ты неси меня в реку за крутые берега ладно я знал что сюда стоило прийти я прям я как чувствовал не знаю игра специально так делаешь и подкидывает нам много оружия с глушителями но мне эта тенденция нравится я даже сюда на этот берег схожу посмотрю что тут есть а тут гранаты причем как дымовые так осколочные ножи метательные но рискну предположить что тут больше не хрен ловить поэтому в сожженную деревню и потом к мосту часового вот так вот я думаю все ему тут какое-то интересное место то ли разбомбленное жесть их там пацаны ловить подачу бейсбол любите вот это да вот это каршеринг ну ка такс ну ка тихо шептуна пропустил дядя а я тут видишь как она бывает хорошо он замаскировал тихо тихо дыши 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 выдыхай поехали все на дорогу выехали супер у нас есть теперь отлично машина жалко что в этом пикапе нельзя перемещаться на место водителей стрелка сразу приходится вот так вот вылезать полностью и соответственно подставляться хотя все анимации в пятом фар край они довольно резвые поэтому проблем как бы нету с этим делом подожди там был написано место стрелка нет обман можно все можно оставил машину пока здесь и сходим до деревни такую большую птицей бомбят скриптово это мы знаем это мы любим блин я был только вот здесь я думаю уже где-то здесь по по расстоянию ну да ладно в принципе пешочком пробежаться тоже неплохо прошу прощения дорогие друзья за эту склейку нужно было ответить на звонок телефона ну так вот 228 оставалось метров на патруль еще и с собакой да так вот о чем я хотел сказать очень жаль на самом деле вот такой важный спич сейчас я произнесу я думаю что но поскольку я пишу все это прохождение залпом вполне вероятно что вы уже написали об этом в комментариях но тем не менее я скажу обидно обидно что никак вообще никак не реализовали ловушки вьетнамские в этой игре в этом дополнении потому что в шутере это можно было бы сделать очень красиво как геймплейный элемент это смотрелось бы великолепно ну вот не получилось не задалось на самом деле стоп рано рано вылезать я просто хотел посмотреть вниз на самом деле в том же диверсанты вьетнам да это стратегия в реальном времени ртс к даже там получилось у разработчиков у 1с реализовать ловушки а почему здесь как-то обошли этот момент стороной даже непонятно но тут даже растяжек нету командир сектора е-5 директива центрального комитета 11-2 отберите из своих людей трех достойных кандидатов для обучения иностранному языку с этого момента они будут выведены из под вашего командования они отправиться в региональный штаб на самом быстром доступном транспортном средстве вы должны сообщить их имена и звания до 9.00 завтрашнего дня котель молотова у них тут что-то типа операционной господи боже мой ноги это вместо протезов я еще так удивился думаю ноги манекенов что ли лежат и действительно они самые уже прям шахта один пленный не убежал как это так а это гренка мальчик бубу это гранатометчик он никак вообще ничем не отличается от обычных бойцов но на него нужно два ножа условных а снайперская винтовка с глушителем что меня очень сильно радует так парни я понял откуда вы бежали твою мать ну давайте суки лови мудак буру бу 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 да я тебе еще закинул мне не жалко смотри какой лови все еще нет ну пять пятьдесят шесть нормально задачу выполняла свою что еще а лови братан блин в этой локации не так уж чтобы легко понять откуда по тебе стреляют я бы сказал тут вообще непонятно откуда ведется огонь все минус пикап фух да жестковато местечко прямо скажем так ну блин ребятки мост часового шибко я хочу сюда сходить я так понимаю тут еще какое-то место есть интересное вот тут еще интересное место есть и вот здесь ну и собственно тут уже через поля мы выходим в точку эвакуации ну и нормально ну вот и стоило это так рисковать чё говоришь капец капец там же какая-то жесть происходит впереди ну-ка полный вперед не знаю кто с кем бьется но я хочу впрячься так тут уже тут уже ПВО стоит ты свой? ты свой неужели бля я только хотел сказать неужели я увидел наконец-то живого своего с оружием и тут же его убили так напалом отрабатывают позиции о теперь можно наносить авероудары это по нему зенитку грохнули да которая тут стояла где-то ну типичный фар край все что-то как-то так сумбурно как-то так скомканно но при этом экшеново и красиво это вот прям квинтэссенция концентрация высочайшая фар края пятого жалко патронов не так много на мою эмку это вот это вот где видимо деревню спалили красиво пожухли так пальмочки но только по скрипту они могут пожухнуть только вот в такими такими моделями потому что как видите да не веточка не шелохнется от выстрела вот смотрите ну ничего вообще никак будь это фар край 2 тут бы такая пылища сейчас поднялась ветки бы начали срезаться падать ломаться ну вот у нас ребятки фар край 5 прошло 10 лет от второго на момент выхода этой части все деграднуло невероятным образом и механики и геймплей ну геймплей то может не особо но вот физон и какие то иные особенности очень даже сильно так ребятки я так понимаю идут в лагерь а этого нам допустить никак нельзя чтобы они еще и усилились нахер оно нам надо правильно мужик мужик капец там война идёт муджон да блин ну и последний муфлон на вышке с тобой мы разберемся креативненько муфон муфон у кавалерия муфон муфон еще и пёсель там где-то насается хатико как тебе такое блин пуля достаточно долго летит у долбаной снайперки так аптечка дымовые гранаты дымовые гранаты ну и собственно ничего более ну все собственно двигаемся наверно вот на эту позицию я думаю тут что-то должно быть интересное а вот как двигаться наверно вдоль реки банальным образом что-то я вспомнил шутку про банальную инфекцию ну ну кто помнит этот старый баянистый ролик реклама в которой речь шла о банальной инфекции я думаю сразу плюсанут смотри какое по высокой траве он пройдет в полный рост пейсиш сука откуда у вьетнамцев 911 в конце концов дайте им пм допустим старая база огневой поддержки зенитка где-то рядом ух ты вот она где я почему-то подумал что она где-то вот здесь ну давайте сходим чё бы и нет база поддержки браво ух ты что за новое место обнаружено или это видимо вот это место и есть да ма-ма-ма-ма-ма-ма ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма тихо вот этот петуч чуть меня не заметил у меня шнайперка с глушителем могу себе позволить бурагозить знатно этот понимал пулеметчик которого нет это снайпер это не пулеметчик блин все не слава богу он увидел меня и передумал сюда моя радость блин ну походу нет слава богу слава богу питон 25 удар поставленный поэтому он может вырубить и даже пулеметчика здесь две зенитки насколько могу судить да где она там упала блин просто у меня здесь национальным управлением осталось всего одна не хотелось какую политию зазря стационарным 60 мощно разведка с воздух бункер восточном секторе деревня на горном плато штабы на восточного сектора так не пропустил человека зажигалкой народ можете себе представить я пробежал сбитого нашего пилота вон парашют но парашют на самом деле это очень интересная тема с поиском коллекта боссов я уже это говорил но вот это реально то есть это не иголку в стоге сена искать зажигалка пилота air america парашюты вот эти вот лежащие на земле их довольно легко заметить объективно поэтому то есть опять-таки это не не рандом логика в поисках есть бункер в восточном секторе побежали побежали тогда туда что за место такое а громкоговоритель как он жив ну ахереть ну ахереть осталось что меня тут еще и кончили гранатометчики какие-то видимо вьетнамцев задолбало что я постоянно аннигилирую их громкоговорители поэтому они выставили сюда еще и охрану заткнись ай-яй-яй вот теперь хорошо но момент был жесткий я даже как-то подрастерялся слегка так это у нас бункер восточный блин если бункер значит где-то офицер должен быть в принципе полковника подполковника майора мы уже косили тоже тут теперь будет я уже знаете ребят после 6 фар края так с осторожностью начинают сандалить из оружия с глушителем потому что как это водится после трех выстрелов оружие уже ничего из себя такого осталось его не представляет грубо говоря глушитель не глушит и звук выстрела в шестом крае чем понятное дело баланс но нужно же совесть иметь это я крюсов там обращаюсь привет дверочка была когда-то бункеры бункерами но никаких тут офицеров нет а вот штаб в на я очень хочу сходить это что-то такое должно быть интересное то есть грубо говоря это штаб наших врагов в этом регионе полковник баню но я ребят сдержусь про то чтобы пошутить про полковника саун и генерала хамам но в принципе вы можете развить эту шутку в комментариях блин какой засрытый бинокль хоть бы протереть не видно ни черта одного мы уелы пола туда оказывается база это вглубь простроена ничего себе я подумал неужели тут вся база это одна какая-то халупа а тут все интереснее все капец как интереснее как же так собаки это что-то с чем-то почему дадим такой значок это видимо тот который поднимает тревогу скорее всего человек неужели у вьетнамцев есть такая борода ну видимо да но это был вьетнамец блин вот какого какого это туловище туда пошло о а вот это наша цель статный важный отъезжает это питон 25 командир нба нейтрализован уведомление о смерти с прискорвием сообщаем что ваш брат погиб . его подразделение принимало участие в ожесточенной битве неподалеку под кончи где он и был убит во второй день боя . из-за проливного дождей продолжающейся вражеской бомбардировки найти тело не удалось . выражаем наше сочувствие и поддержку . не знаю не знаю в чью сторону было это обращение это американское письмо или же нет я решка хо пахали ему надоем так ну командира мы кончили можем в принципе отсюда сваливать профи заработай не мучайся блин я просто великолепен как же мне повезло эту снайперку найти очень сильно повезло и быстро мы отсюда вышли да я думаю это база будет как-то пожестче ну да и тьфу 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 так бункер собственно это мы это он и был до деревня на горном платое здесь еще один лагерь поэтому давайте на будем выдвигаться именно туда как хорошо что у меня много патронов на снайпу жалко что она жрет те же патроны что и эмко хотя это достаточно логично но тут три оружия так чтобы они не взаимозаменяли друг друга по патронам либо лук надо брать вместо снайпы либо дробовик либо гранатомет ну в общем короче говоря очень специфичное узконаправленное оружие вот а бомбились под нажмем блин в принципе с таким забубенным оружием как у меня сейчас проблем быть вообще не должно но более того их и не будет отдыхаешь спокойной ночи с юзи обалдеть это из корпусов бомб сделали забор жесть я только сейчас заметил ну это точно оно а вот эти красные шарики это явно не гранаты ну гранаты в смысле фрукты что там с забором забор стоит забор как камень наверху делал я так в в в в в в в в в эйджи ай помоги один пленный союзник найден и освобожден все под нажмем выполнили зашибись это хорошо выбираемся всех мы южно вьетнамских пленных спасли прекрасно что могу сказать все это мы где сейчас вылезли просто просто чуть дальше прокатимся туда так рядом есть задание зачистить и лагерь в на а это боец на штаку лепетывает а куда вот это вот тут вот это вот вот это вот вот это вот нечто где его нам найти да 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 вот тебя от огнеметчик не удивительно что ты так мощно держишь удар лагерь наш большая деревня на самом деле хорошо что наши самолеты отработали по ней там сразу запаниковали и лагерь был уничтожен мы смогут припасы блин авиаудары я еще ни разу не использовал как-то все то хочется вам все лагеря зачистили хорош как-то хочется прям все сделать самостоятельно опа слушайте а там вот не конвой или ё-моё нихера какой конвой нуткость это по идее вот здесь вот они да где-то сейчас идут вот от моста да ты еще но еще двое даже выжили трое но горят не они выживешь брат не выживешь отличная тема приманку делаем этот вышел даже посмотреть все тут происходит тут знатная заруба происходит так он громкоговоритель громкоговоритель это мы любим громкоговоритель там и уничтожаем как стращают все громкоговорители готовы лет мы победили всех и французов и японцев никто не смог нас захватить и вазу делаем но в принципе как показала история они были правы в принципе наверное конечно же я сделал не все зажигалки я нашел не все еще половина от найденного и зенитки неужели же где-то не заметил одну зенитку всего-навсего одна зенитка где-то осталось на какой-то базе я не был получается из отмеченных хотя может быть она где-то здесь стоит на точке эвакуации блин вот зажигалками конечно обидно это это прикольная тема реально искать их то есть высматривать парашюты сбитые шарашит высматривать сбитые самолеты вертолеты и так далее это это я так понимаю уже наши там бьются урю атаку урю ну что все зенитки попробую так где они стоят ухты и моем как они неудачно стоят то есть грубо говоря нам нужно бежать час назад хотя ну-ка можно лишь кваркнуть из пулемета повредить каким-то образом боюсь что это пустая трата времени поэтому сразу бежим туда ну-ка каким образом туда добраться-то ах гранатометы бы мне ну или гранаты хотя бы думали ты блять мне гранату я туда не дакину как не пытайся пулеметов этих не хватает тут даже ни одного стационарного нет пулемета вернее гранатомета хотя может быть бочки мало тут нужны гранатометы ух мама дорогая я ретируюсь я иду как раз к зениткам я иду как раз к зениткам только не почку хилься живи хилься живи питон 25 я иду как раз к зениткам да блея хамуха хелимся живем вот у них гранатометы в наличии все минус 1 зеня вывел из строя одну зенитку а вот так а вот так что ж такое все есть супер угу уже снайпер какой-то засел и его мое зачистите зону эвакуации но работайте аккуратно сказали нам сейчас мне нужно занять хорошую позицию жестоко жестоко однако блин в дыму не видно ни черта ну лови сюда правда он убежал уже пока ребята наши летчики но ничего красивенько вышло тихо припасы вот кстати гранатомет так точка нашей эвакуации она все еще здесь блин как красиво рассвет наступает ну а давайте сюда зона посадки зачищена бетон 25 у нас для тебя задание мы предполагаем что документы хранящиеся на базе имеют ценность захватишь их по пути заберите документы где-то вот здесь я надеюсь это не подстава когда вы заберете документы вас выкруют после начала эвакуации прервать ее будет невозможно вы готовы покинуть зону боевых действий готов взял все что удалось найти но похоже у нас гости твою мать защищайте точку эвакуации начинаю давай мужик давай быстрее есть хорош сюда куда блин ну я тут всегда один и они уже они уже за миномет все упыри давай 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 жалко что мы тут одни никого нету ну вот допустим так и техчик ушел тоже причесали ну вот тут нам дают вдоволь на стреляться нет понял тебя зато мне хватит ну это опасная ситуация что как вообще что ну что блять хире в здание в здание в здание боеприпасы боеприпасы о о половина и тут косоглазы есть но по моему по звукам тут еще что то есть я чертовски прав полив массажем слушайте ребятки мощная плотная заруба под финал и довольно неплохая стоит сказать все отлично зона зачищена к нам еще и дают с пулемета пострелять час все сделаем но в первую очередь будем концентрироваться на машинах а потом уже на пехоте машины банально легче попасть хорошо вот прям классика это знать надо особенно стрельба с такого ракурса птики бочку взорвать глава чтобы не было гранатометчик блин нельзя исправить гранаты все ребятки уходим 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 спокойной ночи в мазафаке и все и и и Чем-то мне все это напоминает одну из миссий Блэкопса первого. Только там не было так вычурно раскиданных красных бочек. Там все было естественно. Такс, друзья мои, давайте посмотрим на итоги. Джокера мы спасли. Мозеса тоже. Болвана также спасли. Всех южно-вьетнамских военнопленных. Все зенитки мы гропнули. Всех командиров убили. Все лагеря захватили. Единственное, с зажигалками всего половина. Но зато все громкоговорители также уничтожили. Шикарно. Отлично. Отлично. На 96%. Обалденно. Обалденно. Очень здорово. Что ж, дорогие друзья. Это была отличная заруба. Красивая фотография. И хорошо. За уровни сложности также спасибо. Друзья мои. Я хочу вам сказать огромнейшее спасибо, что вы досмотрели это прохождение до конца. Прохождение этого DLC. Впереди у нас, друзья мои, еще будут дополнения про Марс и дополнения про зомби. Они также небольшие. И тем не менее, стоит их нам пройти. И я с вами, друзья мои, не прощаюсь надолго. Кстати, Сергей Титаренко. Продакшн-директор. Неплохо. Что могу сказать по поводу этого дополнения? Оно слишком простое. Не о чемное. Но при этом достаточно веселое. Как и весь Far Cry. Я уже говорил, что это дополнение-то квинтэссенция и концентрация Far Cry 5. Красивое. Интересное геймплейно. Но какое-то простое. В том плане, что... Даже не то, что простое. Оригинальный Far Cry 5. Он такой не шибко-то и простой. И там интересная заруба с нашими друзьями, с напарниками на религиозную тему с семьей Сид. Но тут оно просто какое-то вот... Ну, просто вот какое-то лобовое, как сказать. Не знаю даже по-другому. Но вы понимаете, о чем я. Кто играл, кто смотрел мое прохождение, те понимаете. Те понимают, о чем речь идет. В целом, это стоит своего потраченного времени 2,5 часа. Это не так-то и много. Это было достаточно просто. Весело. Интересно было собирать, сталкать, бродить по локациям. Разнообразное оружие. Поощряется сталкинг. Более того, нам подкидывают интересные пушки. Новые с глушителями в том числе. Да и не знаю даже, что добавить более. Это коротко, это быстро, это интересно. Почему нет? Почему нет? Да, это дополнение и претендует на какие-то награды, какие-то большие оценки. Оно просто обычное. Посмотрим, друзья мои, в будущем на дополнение про Марс и про зомби. Думаю, что Марс будет даже пожестче. Поинтереснее, поинтереснее, по масштабнее. Наверняка, как мне видится. На этом я заканчиваю свою речь. Спасибо вам, друзья мои, за то, что вы смотрели до конца это видео и это прохождение. Прохождение этого DLC. Увидимся скоро на прохождении про Марс. Всем удачи, друзья мои. Спасибо большое за ваши лайки. Спасибо за ваши комментарии, за ваши подписки. Спасибо также за то, что подписываетесь на Boosty. Удачи вам, друзья мои. Играйте в хорошие игры. Берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok